МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализуется через программы социальной адаптации и психологической поддержки безработных граждан на рынке труда. Формы предоставления услуг различные. Социально-психологические тренинги, курсы, клубы, индивидуальные психологические консультации. По этим программам у нас работают тренинги, которые посещают безработные граждане. Тренинги имеют тоже свою направленность. Они различные. У нас есть психологические тренинги женщины и карьера, поверь в себя, достижение цели. По социальной адаптации это у нас в основном, конечно, технология трудоустройства, основной тренинг, который позволяет человеку не только приобрести уверенность в себе, помимо этого, еще, конечно, навыки получить для того, чтобы ему было легче трудоустроиться. Степень социальной адаптации безработного человека зависит от восприятия ситуации. Чувствует ли он себя жертвой или хозяином положения? Обращаясь в центр занятости, некоторые ощущают себя неуютно и ставят на себе клеймо никому не нужного человека. А получив очередной отказ от работодателя, совершенно теряют мотивацию к работе. Человека изменить невозможно, пока он сам этого не захочет. Поэтому вот почему более длительный тренинг эффективен, потому что есть время заинтересовать человека, увлечь, просто переключить. И потом он действительно уже оглядывается на мир и говорит, «Слушайте, а ведь действительно найти любимую работу, интересную, которая будет мне приносить доход, я буду реализовывать себе, это же здорово». У него повышается мотивация. Разобраться в себе бывает непросто. Для этого у психологов есть множество тестов. Мы говорили с вами о том, что нужно учитывать при выборе работы. Какие у вас пожелания. И вот люди говорят о карьерном росте, о коллективе. И давайте мы здесь как раз посмотрим, а что же действительно, какая у вас мотивация в работе, что же для вас важно. Первая линия диагональная. Она характеризует, говорит о карьерном росте, продвижение по службе, деловое поприще и стремление к лидерству. И чем выше находится ваш круг, тем более у вас больше жажда именно в лидерстве. Закрашенный круг говорит о том, что вы представляете собой на данный момент, а заштрихованный говорит о том, о ваших планах на будущее, о ваших устремлениях на будущее. И вот если заштрихованный, то значит, может быть, на будущее отдаленно, да, есть такие перспективы, желание в карьерном, расти карьерный рост. Настает время, когда ты понимаешь, что, например, ты больше не хочешь заниматься торговлей. Может быть, это складывается с возрастом каким-то, может быть, какой-то рубеж подошел. Конечно, я начинаю что-то переосмысливать, куда-то себя хочу двигать в другую сторону. А вообще самосовершенствуюсь. К сожалению, нас нигде не учат тому, как проходить собеседование. Как зайти в кабинет, как поздороваться, нужно ли представляться и снимать пальто, как себя вести в целом. Узнать ответы на эти вопросы также можно во время тренинга. Многие упражнения проходят в форме игры. Это позволяет наиболее точно диагностировать поведение человека и после его скорректировать в нужном направлении. Слово «слушает» и «услышать». Можно слушать, да, об одно ухо влетел, в другое вылетело, о чем-то другом думает, в другое действительно он вашу информацию воспринимает. И для этого нужна такая настройка на своего собеседника. Мы сейчас проведем с вами игру, называется «Зеркало и обезьяна». Мы с вами делали, конечно, недолго это упражнение. Если бы мы делали с вами это упражнение подольше, то вы бы могли заметить, что наступает такой момент синхронности, когда уже «Зеркало» вроде бы пассивно повторяет, но оно уже начинает как будто чувствовать своего партнера, и оно даже иногда прямо они одновременно уже начинают делать. И когда наступает с моей синхронности, теряются роли. Согласны, да? Кто ведущий, а кто ведомый. И вот здесь «Зеркало» знает свою задачу, оно может тихонечко взять на себя ведущую роль. И когда вы приходите на собеседование, очень хорошо, если вы будете «Зеркалом», да? Мы должны научиться более тонкой подстройке. Тонкая подстройка подразумевает под собой, например, незаметное скрещивание ног, как у собеседника, или даже синхронизацию ритма дыхания. Это незаметно невооруженным взглядом, но передается на невербальном уровне. Ты понимаешь, что работодатель такой же человек, как и ты, и он тоже волнуется и хочет принять на работу именно такого человека, которого он хочет. И как бы мы с ним почти на одном уровне находимся. Нужно больше улыбаться, конечно, не во весь род, но, по крайней мере, быть доброжелательной, не быть зажатой, не стесняться. И пытаться найти общую волну даже, если ты хочешь именно попасть в эту компанию, пытаться найти прям общую волну именно с работодателем. Тогда будет легче строиться. Статистика показывает, что наиболее активными участниками программ социально-психологических тренингов являются безработные женщины. Их доля достигает 60%. Они легче адаптируются, быстрее меняют психологическое состояние. Но и другим соискателям профессий тренинги помогают формировать активную жизненную позицию, повышают мотивацию к труду, дают необходимые знания и навыки самопрезентации. Я считаю, что я не зря пришла на этот тренинг, что это намного лучше, чем узнать это откуда-то из интернета. И я бы еще посетила какой-нибудь тренинг про этикет, общение с работодателем. Самое главное при приеме на работу вынесло то, что обязательно хороший настрой. То есть не нужно думать, все, я приду сейчас, мне скажут, меня не примут, вы не подходите. То есть таких отказов может быть 100. Выберет один, например. Поэтому отчаиваться точно не нужно и всегда на позитиве. На сегодняшний день более 6 тысяч человек получили государственную услугу по профориентации. Более 600 человек направлено на профессиональное обучение безработных граждан по различным профессиям, востребованным на рынке труда. Более 300 человек у нас получили государственную услугу по психподдержке. И 400 с лишним получили услугу по социоадаптации. Многим тренинг помогает буквально в течение 10 дней. Человек зарядился на тренинге решительностью своей, почувствовал силы в себе, что он конкурентно способен, что он может любое собеседование пройти и трудоустраивается. А у некоторых это происходит не сразу. Но обычно где-то в течение 4-5 месяцев все-таки эти люди находят работу. И вот эти навыки, которые они получают благодаря нашим специалистам, они им очень в этом помогают. Выбор профессии – важный ответственный шаг, который оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь. В детстве многие мечтают быть летчиками, космонавтами или врачами, но мало кто воплощает в жизнь свои мечты. С возрастом меняются приоритеты и желания. Это естественный процесс и выбор, с которым сталкивается каждый, а кто-то и не раз. Государство с помощью различных программ пытается в этом помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова